Всем привет! И сегодня у нас на обзоре фотокамера от компании Panasonic под названием FZ300. Итак, поехали! Начнем, наверное, с самой камеры. Выглядит она, как и большинство фотопродуктов от компании Panasonic. Например, она очень похожа на камеру FZ1000 из прошлого обзора. Что касается удобства использования, то нареканий тут нету. Один минус, а может для кого-то и плюс, что отсек для SD карточки находится на нижней грани фотоаппарата, под одной заглушкой с батарейкой. И когда вы ставите камеру на штатив, а еще и с площадкой, то подбираться к отсеку с карточкой будет не совсем удобно, если вам быстро нужно ее сменить. Ну а так по эргономике с фотоаппаратом все окей. Все ручки управления, функциональные клавиши одни и такие же, как в фотокамере FZ1000, поэтому повторяться не буду. Посмотрите предыдущий обзор, ссылка есть в описании. А я в свою очередь расскажу вам поподробнее про те кнопочки, которых нету на FZ1000. Во-первых, на объективе очень удобный рычажок, с помощью которого вы можете настраивать зум. Рядом с ним имеется кнопка для быстрого автофокуса, кстати, который в этой камере справляется за 0,09 секунды. Рядом также расположен маленький барабанчик, с помощью которого вы сможете точно навестись на резкость. Это, конечно, небольшое колесо как на объективах, но все же удобно. Причем в камере есть функция Focus Picking, у которой есть два режима H и L. Рекомендую сразу выбирать L, так как с ним объект из зоны фокуса вы точно не провтыкаете. Раз уж мы заговорили про автофокус, то у камеры максимально есть 49 зон автофокуса. Объектив, как вы уже поняли, здесь несъемный 25-600 мм с постоянной диафрагмой 2.8. Максимальное разрешение снимка может быть 4000 на 3000 пикселей. Значение ISO от 100 до 6400. Кстати, про ISO подробнее поговорим немножко позже. Камера также может похвастаться 24-кратным увеличением картинки. Если интересно, что это дает, опять же можете посмотреть обзор FZ1000. Камера, как я думаю, не странно умеет снимать видео в 4К, а точнее 3840 на 2160 пикселей с частотой кадров 30 и Full HD картинку с частотой 60 кадров в секунду. С помощью FZ300 также вы сможете снимать видео в разрешении 1280 на 720 с частотой кадров 120, ну а потом замедлять эти видео и делать такой себе сломо. Ну и напоследок, перед тестами хочется сказать, что камера имеет 5-осевую оптическую стабилизацию. Теперь о съемке видео. Будем смотреть на картинку в 4К, но перед этим хочется рассказать немножко про поворотный дисплей, без которого сейчас никуда. Во-первых, большинство управлений настроек можно как раз делать с помощью дисплея. Даже с помощью специального меню на экране можно быстро увеличить фокус, изменить значение ISO и так далее. Сам дисплей имеет диагональ 3 дюйма, разрешение которого составляет 1040 тысяч пикселей. Также имеется встроенный гироскоп, чтобы ваши фотографии и видео были без заваленного горизонта. И теперь переходим наконец-то к тестам. Сейчас на экране 4К видео, 30 кадров. Вот так вот его можно кропнуть без потери качества. Вот еще пример видео в Full HD в 60 кадров, но поскольку обзор залист с частотой кадров 30, то оригинал вы сможете найти по ссылке в описании. Еще один пример это HD видео, которое увеличено до размеров Full HD и немножко замедленно. В начале обзора я говорил про ISO, так вот пришло время проверить и его. Давайте я медленно буду увеличивать значение, а вы внимательно смотрите на уровень шума. Лично бы я выше 600 не поднимал при съемке видео, но по сути такие же значения почти у всех видеокамер. Ну и предпоследний может быть бестолковый тест, так это снятие себя любимого с помощью поворотного дисплея выходит вроде довольно таки неплохо. И да, вот так вот с помощью данной камеры можно снимать самого себя. Выглядит конечно немножко стрёмненько, но зато картинка крутая. На десерт я оставил самое интересное, это скорость работы автофокуса. При съемке видео вы сейчас сможете увидеть насколько быстро или медленно он реагирует на перемещение в кадре. Мне кажется круто. Еще один можно сказать интересный тест. Это вот такая вот ситуация, вам нужно быстро сделать кадр со вспышкой, а камера у вас выключена. Давайте посмотрим за сколько можно успеть включить камеру, открыть вспышку и сделать кадр. По мне так результат хороший, к слову встроенная вспышка бьет на 8 метров. Вот такой вот обзор у меня получился и да, цена камеры составляет от 550 до 600 долларов, что для такого класса камеры как по мне недорого. И батарейки по словам производителя должно хватать на 380 кадров. На деле плюс-минус где-то так и есть. Делайте свои выводы в комментариях под этим видео и также напишите, что еще нужно упоминать в подобных обзорах. А на этом собственно все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...